Привет, ребят! Не просто так я отсутствовала на канале практически месяц, даже, может быть, чуть-чуть больше месяца, потому что я была в Петербурге, и это было совершенно удивительное для меня приключение и поездка. Я вернулась к себе домой, хотя мне кажется, что меня воспринимали немножко как гостью там, потому что, ну, как-то так складывается. Я не знаю, с эмиграцией, конечно, есть свои минусы и плюсы. Все-таки покажу маленький кусочек моего любимого города. Спасибо. 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 Так вот, ребята. Любого абсолютно ребенка можно сделать читающим ребенком или абсолютно любого ребенка сделать не читающим ребенком. Как бы все зависит, видимо, от каких-то обстоятельств, которыми мы окружаем своего ребенка. Если у него безумное количество свободного времени и планшет с самого шестимесячного возраста, и он как бы ничем не забивает свою голову, а если ему вдруг чуть-чуть скучно и утыкается в планшет, то, наверное, в этом случае трудиться читать ребенка заставить очень сложно. Но если этот же ребенок играет, играясь с игрушками, у него в этой же комнате накиданы книжки, там интересные, красивые, яркие, то волей-неволей он подтянется за этой игрушкой, если он у нас кучит паровоз, понимаете? Все дело в том, что вокруг ребенка творится. Так вот, за три этих недели я начала думать, почему у меня ребенок не читает? Ведь мы же с собой взяли дикое количество книг, почему он не читает? Смотрела, что меняется. Конечно же, это был новый город, новые люди, новые поездки, но себе тут аргумент такой добавила, ведь месяц назад мы были в Нью-Йорке целый месяц в новой абсолютно атмосфере, в новой квартире, с новыми событиями, с новыми игрушками, с новыми библиотеками, с новыми всякими разными музеями. Все это тоже было, но при этом в Нью-Йорке она прочитала безумное количество книг, что мне пришлось в коробку отправлять новых покупанных обратно домой, да? Но в Петербурге такого не происходило. Я не понимаю, что там такого было, что у нее так отвернуло ее от чтения, вот как бы не могу понять. Конечно, были друзья, но эти свободное время было достаточно много в доме, она просто иногда слонялась, там был телевизор, кстати, да? И вот она вот это вот щелкала, телевизор, и в какой-то момент она мне сказала, мам, в четверг мне надо в одиннадцать быть дома, потому что тут будет там по минимуму Пенни, там, или еще по какому-то каналу, там, какая-то передача ей нужная. И я такая, о боже, что это? Конечно, что-то по-другому все было, и вот результат, мой ребенок три недели не читал. Для меня это было вообще абсолютно шоком, и осознание вообще это было еще большим шоком. Второй ребенок, я его просто заставляла, я убрала за руку, говорила, не-не-не-не, сейчас мы книжечку прочитаем, потом ты делаешь, что хочешь, я тебя отстану и больше трогать не буду. И для меня это было принципиально, потому что она только, ей надо накопить, чтобы ей было легко читать, ей нужно накопить слова, чтобы не отлетали, знаете, от глаз, когда видишь картинку слов, особенно в английском, это очень хорошо. полезная вещь, зрительно, целые слова запоминать. Вот как только она накопит это все, и будет быстро читать, ей будет уже легко, тогда я уже не буду наседать на нее. Но пока этого не произошло, пока что она трудится, нельзя спускать вообще ни на минуту, иначе вот она, ага, здесь можно полениться. И все, вот у меня такая философия, ребят, я не знаю, пишите, что вы думаете. И давайте, наверное, рассуждать по поводу того, что, видимо, если ребенок не читает дома, то давайте вместе подумаем и решим, что ж такое вокруг нашего ребенка неполезного, что вот его никак не заставят читать. Может быть, время мало свободного, может быть, слишком много айпадов, может быть, неинтересные книги, или их вообще отсутствие. Или, может быть, дедушка с бабушкой там говорят, что, ай, не трогай книгу своими грязными ромками, порвешь. Может быть, еще такая вещь, кто знает. Короче, ребят, давайте в комментариях с вами делиться. И следующее видео записываю про дислексию. У меня была в детстве дислексия, и мне кто-то в комментариях в инстаграме написал, что расскажите что-нибудь о дислексии. Там у вас же в Америке тут люди занимаются этой самой дислексией. Я сначала подумала, ну что я буду рассказывать про дислексию. Конечно, здесь все занимаются, но так конкретно я же не знаю. А потом подумаю, дай-ка расскажу свое мнение по этому поводу. И вот я, ребят, буду делиться про свой опыт в следующем видео. Надеюсь, с вами там увидимся и поболтаем еще внизу. И, пожалуйста, ребят, ловите мои спасибо за то, что вы все еще со мной и не отписались от меня за долгое отсутствие. Спасибо. Пока.